МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И является одной из ключевых, приоритетных у правительства Пермского края. Главное ее отличие в том, что она, пожалуй, единственная, которая была сформирована на основе заявок жителей Пермского края. Итак, скажите, на сегодняшний день как реализуется эта программа, насколько у нас в нашем огромном, большом Пермском крае? Ну, да. Начать необходимо с того, что это не разовая программа. Это самое главное, и жители должны об этом знать и помнить. Эта программа рассчитана на несколько лет вперед. Соответственно, жители должны понимать, что в 2016 году ряд домов, ряд общественных территорий не попал в эту программу. Но надо понимать, что не попал только на 2017 год. Сейчас уже есть соответствующие документы из правительства Российской Федерации о выделении необходимых средств на 2018 и последующие годы. Есть заложенные деньги в бюджете Пермского края. И, соответственно, есть деньги, заложенные в бюджете муниципальных образований. То есть эта программа финансируется сразу из трех источников? Да. Это программа, которая финансируется из трех источников бюджетных. Более того, никто не запрещает, а только приветствует участие самих жителей в этой программе. Причем не только финансово, но и трудовыми ресурсами. Никто не запрещает помогать участвовать в так называемых субботниках. Соответственно, это самое главное, что нужно знать. И хотелось бы напомнить о том, что в ближайшее время начнется заявочная кампания на последующие годы. Сейчас нами разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, в рамках которого мы определим уровень и степень благоустройства практически всех таких территорий на территории Пермского края. А скажите, давайте, во-первых, мы напомним нашим телезрителям, какие объекты попадают под эту программу, то есть что кроме дворов еще благоустраивается. И второй вопрос, то есть вы сказали, что финансирование уже заложено, оно будет в том же объеме, не уменьшится никоим образом. Отвечая на первый вопрос, помимо дворовых территорий, это, собственно, прилегающая территория к многоквартирным домам, рассматриваются общественные территории, это скверы, парки, это в том числе те общественные территории, которые вообще никак не благоустроены. Мы их тоже рассматриваем и полагаем возможным благоустроивать именно эти территории. Ну, яркий пример. Есть несколько многоквартирных домов, у них нет единого двора, есть какая-то рядом близлежащая площадка, неблагоустроенная, но подходящая для обеспечения, как место отдыха, жителей этих многоквартирных домов. Мы их также рассматриваем и, опять же, в рамках голосования самих жителей мы будем определять, какие из этих площадок можно и нужно благоустраивать. Отвечая на вопрос второй, хочу обрадовать, что как минимум на 2018 год те объемы финансирования, которые предусмотрены всеми тремя бюджетными источниками, сохраняются в том же объеме, что и по итогам 2017 года. Ну, это хорошая новость. А скажите, насколько вообще были активны жители Пермского края, когда вы объявили эту заявочную кампанию, то есть по этому году? Активность жителей, если измерять по 10-ти байльной шкале, составила 15 баллов. То есть заявок оказалось даже больше, чем вы смогли удовлетворить. Разумеется, да. Заявок гораздо больше, чем было предусмотрено финансирование, это однозначно. Но я еще раз повторюсь, мы ни в коем случае не отбросили вот эти заявки. Они у нас есть, и мы их будем рассматривать на последующие годы. Наша задача максимально обеспечить благоустройством на все те территории, которые в этом действительно нуждаются. А скажите, есть какой-то приоритет, допустим, у города Перми? Или все районные центры, города находятся в равных условиях? Если есть необходимость, то заявки удовлетворяются или будут удовлетворены? Заявки будут удовлетворяться, при этом мы должны понимать, что они будут удовлетворяться, исходя из обеспеченности той или иной дворовой территории. Именно для этого, я опять же изначально сказал, был предусмотрен и принят порядок инвентаризации дворовых территорий, которые определяют уровень и степень благоустройства. И мы прекрасно понимаем, что и жители сами это понимают, сейчас огромное количество новостроек уже от застройщиков получают благоустроенные территории. Мы же понимаем, что их не имеет смысла благоустраивать, там и так все есть. Наша задача проинвентаризировать, определить в зависимости от наличия тех или иных параметров, которым должен соответствовать двор благоустроенный, а при степень, износа, скажем так, дворовой территории, исходя из этого, разумеется, будут удовлетворяться заявки. Но я почему-то уверен, что мы в первую очередь и в ближайшее время как раз решим массовую проблему совсем неблагоустроенных дворов. Однозначно, поскольку, к сожалению, для меня тоже было удивлением, таковые имеются, и наша первочная задача, разумеется, привести их в нормативное состояние. А под нормативным состоянием что подразумевается? Есть ли какие-то ограничения в том, что будет ремонтироваться или строиться в том или ином дворе? Есть, да. Я понимаю уже вопрос, поэтому готов ответить. Действительно, у нас предусмотрено два перечня тех видов работ, которые необходимо выполнять. Первый, это обязательный, который входит в том числе асфальтирование территории, освещение территории, установка урн, лавочек. Это то, что мы должны делать в первую очередь. Есть дополнительные виды работ, которые, сразу скажу, рассматриваются отдельно, да, и в зависимости от объема финансирования. Это в том числе детские спортивные площадки. Но мы понимаем, что при уровне благоустроенности, как о чем уже сказал, нулевой, да, мы понимаем, что необходимо людям дать то, что они, в принципе, должны по праву иметь. А скажите, вот понятно, да, люди активны в заявочной кампании, благодаря программе финансирование было уже в мае отпущено в муниципалитеты, соответственно, вовремя были проведены все конкурсы, подрядчики определены, и несмотря на дождливое лето, работы все равно выполнялись. Так вот, контроль, кто за этим всем осуществляет? Потому что, ну, хотелось бы, чтобы такое количество денег, да, в общем-то, впервые выделенное на благоустройство было потрачено не зря и не впустую. Вы сейчас удивитесь тому количеству видов контроля, которое я назову. Первое – это муниципальный уровень, то, что изначально и предполагается, и всем понятно, да. Второе – это краевой уровень. Мы для себя приняли решение, что мы на уровне службы нашей также проводим проверки при приемке тех или иных видов работ, и не только при приемке. Мы сейчас, разумеется, точечно совершаем выезды, да, и проверяем территории. То есть, совершенно неожиданно, вы, например, можете оказаться там в городе Березники, я не знаю, или где-нибудь в Куиде, в том или ином дворе, и проверить работу подрядчика. Вы правильно сказали, что можем появиться. Мы уже так появляемся. И причем те территории, которые вы назвали, мы там уже появились и уже посмотрели, увидели, что происходит. Более того, мы не предупреждаем о тех территориях, куда мы готовим выехать. Ну и опять, возвращаясь к контролю, самый главный, основной – это общественный контроль. Это как различные общественные образования, да, организации, так и сами жители в своей массе в целом. В рамках соответствующего проекта «Управляем вместе». То есть «Управляем вместе» – это действительно работающая система, которая позволяет увидеть масштабы и системно тот вопрос, которым мы занимаемся. Более того, это помощь и муниципалитетам, которые видят на «Управляем вместе», что происходит, как происходит, и в короткие сроки устраняют те нарушения, о которых говорят граждане. То есть действительно реагируете быстро, можно же сколько угодно, да, говорить о том, что, ну вот, здесь плохо, здесь плохо, да, и никто не будет реагировать. А сейчас получается, что… Я скажу так, в рамках действующего бюрократического механизма реакция молниеносная. То есть если говорить о количестве дней, конечно, которые проходят с момента обнаружения, да, нарушения, если таковое имеется, которое фиксируется на сайте и до момента устранения, это, я еще раз повторюсь, это молниеносная реакция в рамках нашего бюрократического механизма. Поэтому это действительно действенный и правильный способ контролировать, что происходит. Жители не только жалуются, они еще и благодарят. Что для меня было удивительно, люди находят время и возможность благодарить. И за сам факт наличия такого, да, портала, проявляя мести, и за сам факт выполнения работ. Но иногда смотришь фотографии до и после и понимаешь, почему они благодарят. Ну, это замечательно. Хотя вот буквально недавно в этой студии я общалась с Дмитрием Ивановичем Самойловым, главой города Перемей. Он сказал, вот вы знаете, когда приходишь на государственную службу, да, ты не должен ждать благодарности. Твоя задача работать и устранять недостатки. Но тем не менее, вот если слова благодарности вдруг звучат, то это всегда приятно. Ну, это вдвойне приятно, что это ресурс, который действительно объединяет людей. Ну, это не какие-то там, опять же, чиновичьи слова, да, понимаете, этот ресурс, он объединяет людей. Более того, люди с одного двора, да, могут иметь разные мнения. И мы тоже это иногда видим. Один на том пишет, другой на другое, но на выходе они получают результаты. Это самое главное. Скажите, можно ли считать, что вот реализация, да, подобной программы, это одна из таких, вернее, один из таких инструментов в конкурентной борьбе, да, за ту или иную территорию. То есть мы уже знаем инструменты, какие есть там по инвестиционной привлекательности. А вот здесь, когда вы и мы вместе благоустраиваем жизнь вокруг себя для того, чтобы люди не уезжали, да, чтобы человек всегда живет и чувствует себя хорошо там, где у него глазу приятно. Правильно? Да, так вы ведь понимаете, и название всей этой программы, да, есть не что иное, как комфортная среда. То есть наша задача обеспечить комфортную среду для всех жителей, да, и мы понимаем, что весь там, там, конгломерат территорий есть единое целое. И мы должны понимать, что чем лучше мы отнесемся к этому, чем лучше мы сделаем, это комфортнее, удобнее и нам, да, и как жителям. И самое, что главное, мы понимаем, что есть куда двигаться дальше. Если мы раньше как-то точечно, да, решали эти проблемы на уровне муниципалитетов, сейчас в рамках этой программы мы понимаем, что мы системно, массово закроем определенную проблему, и мы сможем двигаться дальше. Вы понимаете, мы сейчас занимаемся вопросами, связанными с такими вещами, как асфальтирование, освещение, это вещи первой необходимости. Это то, о чем люди должны задумываться. А дальше ведь мы должны смотреть в будущее и понимать, что те же общественные территории необходимо бы оснастить, наверное, возможностью доступа к интернету бесплатному. Человек может прийти и... Да, сесть на лавочку и... Конечно, какие-то вещи, связанные с развлечением для детей, для различных других категорий населения, это то, в чем мы должны двигаться дальше. То есть это база, то, что мы сейчас сделаем, это база для создания комфортной среды. А чтобы сделать еще комфортнее, нужно, поверьте, еще очень много программ написать, чем мы будем, я думаю, заниматься. В мае месяце заместитель Министра строительства Российской Федерации ЧИБИС озвучивал промежуточные итоги по стране, как реализуется данная программа. Так вот, мы из 72 субъектов были на втором месте. Это было в мае, сейчас у нас с вами начало сентября. Сейчас мы как выглядим? Так вот, мы выглядим нисколько не хуже, чем тот результат, который вы озвучили этот раз. Во-вторых, по объему выполненных работ, даже по объему законтрактованных территорий, я думаю, что мы точно первое-второе место занимаем. И сейчас мы думаем не только уже о том, как бы закончить и надлежащим образом выполнить качественно те работы, которые были начаты, но мы думаем уже о том, как скорейшие сроки обеспечить реализацию программы на 2018 год. Спасибо большое, желаю успехов, чтобы все ваши планы, они обязательно осуществились. Вы смотрели «Встречи на Рефее». Смотрите нас каждый вторник и четверг. Будет любопытно.